Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сегодня работа – это образ жизни. Я думаю, вы со мной согласны. Ведь большую часть времени мы проводим именно в офисе. От 8 до 10 часов в день. И большинство событий, интересных историй, ярких моментов происходит именно в его стенах. Компания становится не просто рабочим местом, а платформой саморазвития, обмена опытом и вдохновением. Само отношение к работе меняется. Она становится ключом к самореализации и самоутверждению. Сегодня многие идут на работу не только в погоне за большими деньгами, а ради возможности воплотить крутые идеи, мечты, прокачаться профессионально и получить моральное удовлетворение от своей деятельности. Особенно эта тенденция касается молодых специалистов поколения субтитров. Сегодня руководство успешных компаний понимает это и отказывается от устаревших стандартов организации рабочих процессов. Для того, чтобы удержать ценные кадры и привлечь новые перспективных специалистов, создают новую идеологию. Ее задача – сделать жизнь на работе максимально комфортной и наполненной. Почему миллионы людей хотят работать в Netflix или Google? Давайте просто на секундочку с вами задумаемся. Эти компании дают людям гораздо больше, чем рабочие места с современными ВК и водой из кулера. Они оборудуют офисы тренажерными залами, массажными кабинетами, современными обеденными зонами, местами для игр и многим, многим другим. Стремясь таким образом к созданию здоровой, продуктивной и мотивирующей среды. Например, офис Google в Швейцарии дополнен площадками для игр в футбол или баскетбол. Какой? Вычитали, правда? Нетфликс в Берлине кинозалом и террасой на крыше. Строящийся офис Яндекс в Москве рестораном, футхоллом и мини-парком. Пообедать в ресторане с видом на коже. Посетить выставку из весного фотографа, заняться шоппингом, сходить на массаж, поплавать в бассейне, позаниматься фитнесом в зале и просто, наконец, прогуляться по парку. В пространство технологичных передовых компаний предлагают огромнейший спектр вариантов досуга и полезных сервисов. Человек здесь – это центральный элемент, вокруг которого формируется гибкая инфраструктура. И компании с такой идеологией сразу видно. Именно в них стремятся работать лучшие специалисты в своих нишах, так как здесь создаются лучшие условия, отвечающие времени и потребностям людей. Мы же все хотим быть колыбу, иметь крутые пространства, чтобы у нас были полноты отдыха, тренажерный зал, какие-то развлекательные программы, чтобы у нас сотрудник хотел родиться, может, дольше, чтобы ему не хотелось условно уходить от себя домой. Наша задача вообще как работодателя – снять максимально все заботы с человека, чтобы он комфортно приходил на работу, чтобы он отдавался своим задачам. Нужно исходить из того, насколько сотрудникам будет комфортно соблюдать баланс личных и бизнес-интересов. Если говорить о каких-то, например, учреждениях, культурных досугах, правилах, смарт-линах, то, безусловно, они должны находиться все очень близко с местного расположения области. Также немаловажную роль играет именно инфраструктура, это именно наличие парковочных мест, баров, ресторалов. Для сотрудников наиболее актуальными аспектами являются закрытые и каких-то базовых потребностей. Это может быть качественное питание, это может быть занятие спортом, это может быть базовый набор медицинских услуг. Человеку необходимо предоставить все внутренние составляющие интерьера, которые позволят чувствовать, наслаждаться и проводить там как можно больше времени. Будь то мебель, в которой находилось освещение. Красивый светлый офис с приятными видами из окна, который направится к кирпичной стене. С качественным видом, в это место, в которое хочется позвать клиента, хочется позвать сотрудников. Представляете, к примеру, у нас сотрудник парашек ходит офис, работает на обед, в обед, когда у него по идее КПД начинает попадать вечером, он в этот момент и идет, спускается, и поднимается, и идет в тренажерный зал, тренируется, набирается из-за этого энергии, спускается назад, и начинает еще дальше работать. Если не сомневаетесь на это внимание, не теряете этому вниманию, то работодатели рискуют просто уступить в конкурентной обладе за качественные таланты, за качественные кандидаты в проект труда. Я считаю, что если у нового среднего бизнеса нет возможности отстроить собственные центры с подобного рода услугами, то необходимо присмотреться к текущим объектам, которые есть на рынке, обладающим такого рода инфраструктурой, будь то аренда, будь то приобретение всей собственности. Сегодня многие компании хотят и готовы на высоком уровне заботиться о своих сотрудниках, ведь счастливый и продуктивный сотрудник равно высокий результат и, как следствие, высшая прибыль компании. Технически создать такие условия можно, но нужны очень большие площади и бюджеты. Условно говоря, если для размещения рабочих мест вам требуется 500 квадратных метров, то с инфраструктурой уже 1000 квадратных метров. А если мы говорим о масштабной инфраструктуре, то все 10 000 квадратных метров. Это настолько дорого, что, скорее всего, придется построить целый комплекс, поэтому крупные корпорации сразу покупают или арендуют здание целиком. С экономической точки зрения это невыгодно для абсолютного большинства компаний. Благодарим вас за ценную информацию. И прямо сейчас мы ждем на сцену коммерческого директора Freedom Менникова Вячеслава. Еще раз. Здравствуйте, еще раз. Добрый вечер. Сегодня во второй части нашего мероприятия мы поговорим про известный всем в городе Новосибирске мультифункциональный комплекс Freedom. Но особое внимание мы уделим вашему бизнес-центру, старт продаж которой мы начинаем сегодня. Хотелось бы... Кто-то маленький слог, и давайте посмотрим. Хотелось бы сделать, наверное, основной акцент на том, чтобы в Новосибирске крайний дефицит хороших офисных помещений, хорошей коммерции. 13 лет мне было в свободной продаже, мне устроились новые офисные помещения. Да, был бизнес-центр, который у тебя построил, далее, компания «Эссен». Да, на автовокзале был построен в Эсспор, который сразу забрали в аренду структуры Альфа-банка. Но чтобы был построен бизнес-центр, в котором можно было приобрести помещение, такого у нас не было 13 лет. И на рынок... Подождите, хорошо. Вообще сейчас на рынке коммерческой недвижимости происходит удивительная история. Те компании, те корпорации, которые планируют в реальный стиль, хотят взять в аренду помещение, хорошее помещение, большой площади, более 500 квадратов, это огромная проблема. Те, кто занимается коммерческой недвижимостью, они подтвердят мои слова. На примере тех объявлений, которые мы собирали, чтобы вам показать эти слайды, мы видим, что ценник очень сильно растет от года к году, как на любую недвижимость. И пока мы готовились к данному мероприятию, делали эту презентацию, у нас внутри компании произошла, давайте я скажу, удивительная история, это, кажется, слово удивительное, заместительное от всего, что угодно. Наши арендователи, которые нам сдают офисы, из трех двое поняли цену, вне зависимости от того, что у нас прописано в договоре. И аргументируя тем, что, ребят, если тебе не нравится, давайте расходиться, ищите себе новое помещение. И эта цена, если мы анализируем рынок коммерческой недвижимости, но она, которую они нам предлагают, абсолютно рыночная, но она от прошлого договора выросла на 50-е более процентов. Михайловская набережная – это самый большой парк в городе Новосибирске. Набережная вдоль реки Орд. Прекрасное место, где мы строим мультифункциональный комплекс, где появится бизнес-центр с панорамным видом на греб-клот. Прекрасно, когда сотрудники будут работать с такими знаниями, у них будет возможность выходить, проведиваться либо в аварийный перелет, либо после работы. Но на данный момент Михайловская набережная развита с точки зрения инфраструктуры. Давайте называть вещи своими именами – крайний слабый. И сегодня, через несколько слайдов, я вам покажу то, что никто еще не видел, но об этом чуть позже. Транспортная развязка. Находимся вблизи Петровичной вокзал. Все вы знаете. Вторая очередь – это крупнейшее пересечение транспортных картелей города Мелосибирска. 17 маршрутов городского транспорта, две станции ЖД вокзала с более чем 9 маршрутами, ультрополитен, пешком до него 2 минуты. Если мы поговорим про то, что сейчас у нас заложена концепция, что будет реализована начиная с конца 2024 года до 2026, то мы увидим следующее. Вокруг бизнес-центра в функциональном комплексе будет ресторан, улица баров и ресторанов, ресторан на крыше торговый центр, стрит-ритейл, большой, более 4000 квадратных метров фитнес-центр с бассейн, также будет гостиница 5 звезд, апартаменты и большая офисная инфраструктура. И плюс подземная парковка на 4 уровня. А вот сейчас как раз таки я хочу, чтобы вы приготовили свои телефоны и вы увидите небольшое видео, это ровно то, про что я говорил там пару минут назад, ничего еще не видел никто в городе Новосибирске, кроме избранных людей, которые работали над этим проектом. И вот мы готовы представить его широкой публике. Субтитры создавал DimaTorzok Дмитрий Яковлевич, это то обладное устройство, которое мы проработали совместно с архитектурным бюроком Дайвером. На нас возлагается огромная ответственность, мы строим в одном из самых знаков мест города Новосибирска, это Митайловская набережная, это центр притяжения уже сейчас огромного количества жителей Новосибирска и гостей города. Соответственно, я ставлю акценты на что мы опирались и что будет реализовано. Это будет два эктара благоустроенной территории, собственной площади, где будут проходить концерты, это места для отдыха. Парящий мост, на котором будет шикарная билплощадка, с которой будут открываться виды на салюты и на панораму города. Скай-ресторан с видом Новосибирска, различные арт-объекты и прогулочные аллеи. Ровно то, что вы видели, это утвержденное водоустройство, которое начинает реализовываться уже в конце этого года и будет завершено на сдачу вторую очередь, и это конец 26-го года. И еще несколько акцентов, на которых бы хотелось остановиться, во Фридоре будет, собственно, торговый центр, площадью 15 тысяч квадратных метров. Если мы проанализируем, где сейчас находятся торговые центры в городе Новосибирске, мы поймем то, что попутим в восточную сторону, где, наконец, городок, первомайта, торговых центров нет вообще. То есть это поток людей, поток клиентов, которые есть желание, нет желания, но по потребности заезжают во Фридор и пользуются всей его структурой, в том числе и торговым центром. Весь дизайн торгового центра будет в едином архитектурном ходе, скандинавский стиль бездерево и камня, шикарный стеклянный акриум, различные мультимедийные краны, которые будут у нас как в торговом центре, так и в устройстве территории. Арт-объект и осведение – это то, что у нас есть в архитектурном ходе всего комплекса. И особое внимание хотелось бы уделить тому, что у нас в мультифункциональном комплексе, а в частности в бизнес-центре будет реализована четырехуровневая подземная парковка более чем на тысячу машинных мест. Соответственно, с точки зрения транспортной доступности у ваших клиентов, у ваших сотрудников перестает работать аргументы, что вы где-то там находитесь неудобно, до вас доехали. С точки зрения автолюбителей они приезжают и всегда будут в портовочные места. Потому что портовки мы не продаем. Это либо долгосрочная, либо краткосрочная аренда. На бизнес-центр выделим отдельный у портовочных мест. Далее детали расскажут мои коллеги. На этом я хотел бы вам сказать до свидания и до встречи. Сейчас я включу видео, где Айрат Лимаев, тот человек, который создавал философию проекта, расскажет от себя, что он туда захват. Смотрим. Спасибо. Создавая концепцию бизнес-центра Freedom, хотелось бы повторить мировой опыт или опыт крупных компаний создания уникального пространства, где история бизнес-центра – это только часть, а ее продолжение является инфраструктура. Десятки ресторанов, много мест для отдыха, арт-пространство, большое количество парковочных мест, там, где было бы человеку комфортно не только работать, но и развиваться, и отдыхать. Ведь в этом месте человек проводит больше всего времени в жизни. Мы больше времени проводим, чем дома или чем на отдыхе. Поэтому здесь очень важно создать ту инфраструктуру и то комьюнити, где человек мог бы полноценно самореализоваться. И если мы сейчас говорим про текущее положение дел на рынке коммерческой недвижимости, в частности бизнес-центра, 13 лет не строился ни один современный бизнес-центр. Это первый бизнес-центр, который будет полноценно запущен в высокого класса за 13 лет с подобной инфраструктурой и подобной локацией. У вас есть уникальная возможность включиться в этот процесс. Благодарим Вячеслава за ценную информацию. И прямо сейчас мы ждем на сцене генерального директора маркет-лайнер Максим Гуршин. Всем привет, дорогие друзья! Для нас большая честь быть частью такой амбициозной, большой команды, которая организовывает все это мероприятие. И действительно большая честь быть частью такого масштабного и одиозного проекта Freedom. Немножечко расскажем, над чем мы совместно работаем. Мы с коллегами и с партнерами в достаточно положительное время пытаемся достигнуть финального решения, что мы все-таки планируем сделать в составе многофункционального опыта Freedom. Вкратце о своей компании, о том, чем мы занимаемся. За сегодняшний день за 7 лет успешно работаем. Мы присутствуем в 9 городах России. Хочется сказать, что флагманский для нас объект мы через месяц откроем в Дубае самый большой фут-холл, который там вообще на сегодняшний день существует. За все время своей работы мы спроектировали и построили более 1 миллиона квадратных метров. На сегодняшний день в нашей компании 320 гастрономических концепций, которые действуют свыше 200 проектов, мы реализовали. И хочется отметить, что мы в 2023 году показали свой валовый оборот более 7 миллиардов рублей. Немножечко о том, что мы и почему коллеги из Веледом у нас выбрали. Потому что мы действительно, как никто другие, знаем специфику работы гастрономических проектов и знаем, что такое фут-холл, что такое фунд-молл, как они собираются, что в них присутствуют и какой плюс вообще для конечного потребителя. Мы, конечно, не продаем квартиры, коммерческую недвижимость, мы продаем эмоции, впечатления и удовольствие гостям. Работая над проектом «Фридом», мы открыли для себя 3 миллионную тенденцию и какая популярность на сегодняшний день запуска открытия фут-холлов вообще в России. До 2023 года их было открыто свыше 100 объектов по всей России. В 2024 году планируют закрыть 33 фут-холла и 30% этого количества планируют запустить мы по всей России. Что мы на сегодняшний день создали совместно с коллегами «Фридоме», это будет уникальный проект, самый большой на сегодняшний день в Новосибирске и он будет единственный и основные отличия будут его. То, что это будет IT и цифровой фут-холл, которым будут соединены абсолютно все инновационные техники, которые присутствуют на сегодняшний день в индустрии питания. Это система лояльности, это агрегация и коммуникация с конечными гостями, где мы будем получать абсолютно широкий фокус и взгляд наших конечных потребителей, которые к нам будут приходить. Сейчас немножечко о цифрах. Цифры куда-то делись в презентации, хотя нет. Самый большой фут-холл на площади 11 тысяч квадратных метров, там разместятся, понятно, большие сетевые федеральные рестораны, которые мы попробуем привезти в основном из Москвы. Там будет 50 гастрономических концепций, там будет создан эко-фервиский рынок, там будет ультильзона и там будет у нас каворгинг-зона с большим ревент-холлом, где любой абсолютный потребитель и конечный гость для себя найдет практически все, что он может найти во всем городе, но это будет единственное место, скажем, комплекс всего того, что можно найти в частях этого города. Вот, собственно, и все. На этом все закончилось. До скорых встреч. Спасибо большое за внимание. Это были важные детали от Максима Гурши. Ваши аплодисменты. И мы уже встречаем Александра Свежинцева. Какая база лучших сотрудников? Владельцы бизнеса понимают, что сотрудники выбирают не только размер заплаты, но и лучшие условия. Но как создать офис мечты? Впервые за 13 лет в Новосибирске поднимется бизнес-центр нового поколения. Фридом. Дермальный комплекс и бизнес-центр равный по площади 4-м Теннистом. Там 4-го уровня и подземных. Самая большая улица КП и ресторанов. Торговый центр. Салоны красоты и медицинские центры. Продолжение Михайловской надежной. Плак с поющим мостом и арт-эксталляцией. Фридом. КП-работа – это образ жизни. Здравствуйте! Друзья! Ну, мы близимся к завершению буквально еще чуть-чуть. Скоро мы наконец-таки вскроем с вами замечательный конверт, который я просил мне вскрывать. Ну, и я там в конце чуть-чуть скажу. Попрошу от вас участие в очень интересном моменте, в котором попросил бы вас поддержать, потому что мы заснимем очень интересное видео. Вот, совместно с вами. Ну, и давайте продолжим. На сегодняшний день для вас есть уникальная возможность приобрести офисы от 9 миллионов рублей в нашей башне бизнес-центре площадью от 40 до 900 квадратных метров. Почему я делаю акцент, что это уникальная возможность? Да по той самой причине, что 1 июля мы объявим общий старт продаж и, соответственно, мы продажи откроем не только всему рынку, но и в том числе прямым клиентам. Еще раз обращаю ваше внимание, что вот 5-го числа мы с вами стартовали, так скажем, с предпродажами и эти предпродажи у вас еще остались. То есть это до 1-го числа 11 дней у вас еще, безусловно, есть. Очень уникальный бизнес-центр, в первую очередь, это, конечно же, возможность приобрести очень, еще раз повторюсь, от 40 до 900 квадратных метров. Это возможность купить полностью весь этаж. Это уникальная возможность инвестировать не только в офисы, которые будут очень сильно расти в цене, но и также с возможностью в будущем привлечь очень ценных и сильных специалистов. Ну и давайте, наверное, сейчас с вами перейдем от идеи к цифрам. Вот обратите внимание, я этот слайд уже сегодня показывал, это рост цены. Мы вспомним с вами, что старт в первую очередь башни многофункционального центра Freedom стартовали от 150 тысяч рублей. Еще раз напомню, что до конца года, когда многие прогнозировали, что цена будет 200 тысяч рублей, еще раз повторюсь, не все верили. Очень много было скептиков, которые, так скажем, считали, что таким ценам не быть. Но по итогу мы уже в январе 2024 года через год увидели цены в 230-240 тысяч рублей. Ну и, соответственно, вторую очередь, когда мы стартовали первую башню, вторую очередь, цена уже начиналась от 190 тысяч рублей. И по данным нашего аналитического центра One Company, мы понимаем о том, что цена первой очереди при сдаче составит порядка даже более 300 тысяч рублей. И на сегодняшний день, повторюсь, это уникальная возможность, потому что выше все спикеры Вячеслав Николаевич сделали акцент на том, что таких бизнес-центров в Новосибирске не строили уже 13 лет. Ну и много видео, которое, так скажем, подтверждает слова всех спикеров. Ну и давайте немного перейдем к цифрам. Опять-таки, посредством вас, уважаемые коллеги, посредством вашего труда, вашей работы, посмотрите, какие впечатляющие результаты продаж. В первую очередь и первую башню. За 16 месяцев мы продали ее на 96%. А теперь давайте обратим внимание на вторую очередь. Всего лишь за пол года мы продали данную башню уже практически на 90%. Давайте здесь поаплодируем. Это благодарность вам, друзья, потому что без вас мы таких результатов, конечно же, не получили. Ну и очень интересный момент. Обратите внимание. В первую очередь сегодня открылись продажи видовых этажей 16, 17, 18 этажа. Соответственно, здесь на сегодняшний день сейчас в моменте открыли, еще раз повторюсь, продажу данной этажи. Воспользуйтесь моментом. Ну и самое главное это то, что, еще раз повторюсь, в бизнес-центре для вас сегодня доступны продажи по минимальной стоимости от 9 миллионов рублей. С первого июля цены уже будут другие. Ну и далее уже у нас будет, наверное, другой следующий спикер, пригласим, которого объявим, наверное, разрешит скрыть эти замечательные конверты. Ну и еще раз повторюсь, друзья, не расходимся. В конце мы с вами кое-что такое бомбическое сделаем, и я надеюсь, вы меня поддержите. Ну, все, все в следующем.